МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале Оркин Медиа. В студии Ольга Сивуха. Здравствуйте. Сегодня в материалах наших корреспондентов. Ночное ЧП. В поселке Техснаб до тла сгорел дом. Жильцы едва успели вытащить из горящего жилища подростка-инвалида. Решение затруднялось тем, что в данном доме находился газовый баллон. Аварийная пробка. Шесть машин столкнулись на улице Карамин-Диби. Из них четыре являются виновниками дорожного транспортного происшествия. Личным сообщением пожаловаться прокурорам теперь можно через WhatsApp. По каким вопросам? То есть по любым вопросам нарушения общественного порядка. В поселке Техснаб до тла сгорел трехкомнатный дом. Жильцы едва успели вытащить из горящего здания подростка-инвалида. Спасателям удалось предотвратить взрыв газового баллона. С огнем пожарные справились только под утром. Пожар в доме в садоводческом обществе «Заря» начался сегодня в полночь. От едкого тыма проснулась 24-летняя девушка. Кроме нее в комнате спал ее 16-летний брат-инвалид. Девушка побежала за помощью в соседний дом. Родственники помогли вынести подростка и вызвали спасателей. До приезда пожарных пламя полностью охватило дом, обрушилась часть крыши. Побороть огонь удалось только под утром. К тому времени от дома практически ничего не осталось. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стала неправильная эксплуатация печного отопления. Первоначальное тушение затруднялось тем, что в данном доме находился газовый баллон. Первое – это было отыскание непосредственно газового баллона для предотвращения угрозы взрыва. После чего уже были приняты меры к ликвидации пожара. Еще один пожар произошел в микрорайоне Сабитово. Уже из-за электрического обогревателя ЧП обошлось без жертв и больших потерь. Дым из окон квартиры на первом этаже жители микрорайона Сабитово увидели в 3 часа дня. Хозяев жилища дома не оказалось. Позже выяснилось, что они оставили включенным электрический обогреватель и ушли. Техника упала на пол, загорелись ковер и пол. По некоторым данным, вместе со спасателями на место прибыли и жильцы квартиры. За несколько минут пожарным удалось ликвидировать огонь. Жертв и пострадавших нет. Аварийная дистанция. Мастовое ДТП произошло на улице Карамин-Диби. На участке дороги возле спортивного комплекса столкнулись сразу 6 автомобилей. Первый удар получил Мерседес, который остановился перед колонной машин на светофоре. По предварительным данным полицейских, из-за неправильной дистанции в иномарку въехала Лада. А следом еще три авто. Водитель Хонды пытался увернуться от столкновения. Машину вынесло на встречную полосу. Там она столкнулась с Ладой Гранта. Человеческих жертв избежать удалось. Предварительной причиной аварии назвали гололед. Виновников установят следствие. Шесть транспортных средств были повреждены. Из них четыре являются виновниками дорожного транспортного происшествия. То есть здесь несоблюдение дистанции. Непосредственно водители виноваты. По данному факту собран материал, соответствующий, будет направлен в ближайшее время административный суд. В чрезвычайную должность в Балхаше сменился главный спасатель. Экс-начальник службы ЧАЭС Алексей Баринов отправился на заслуженный отдых. Его пост принял Баужан Хабдулин, уроженец Кукшетаовской области, бывший начальник ЧАЭС Абайского района Карагандинской области. Выпускник Кукшетаовского технического института работает по своей профессии с 2005 года. Начинал инспектором специализированного отряда ЧАЭС города Сарань. Там вырос до старшего инженера, затем стал главным специалистом. В итоге получил майора противопожарной службы и стал начальником отдела чрезвычайных ситуаций. Спустя три года в руководящей должности в 2015 году в Аужанах Абдулина перевели в Абайский район. Оттуда 38-летний специалист приехал в Балхаш. Более промышленный город, по количеству объектов промышленности. Старайтесь постараться в этом плане предупреждения, ликидараться через территорию города Балхаша. Будем продолжать всю работу делать. Бюджетная недостача. Около 500 автовладельцев Балхаша не заплатили налог на транспорт. Последний срок истек 31 декабря 2016 года. Всего в городе числятся больше 13 тысяч налогоплательщиков. В ушедшем году от большинства в республиканскую казну поступило почти 140 миллионов тенге. Еще 3 миллиона числятся за должниками. Теперь 500 владельцев машин ждет пеня и штраф около 17 тысяч тенге. Такое же наказание получат те, кто не заплатил налог на недвижимость и землю. Таких в списке налоговиков около тысячи. Управление государственных доходов по городу Балхаш напоминает, что за несвоевременную и неполную оплату налогов будет взыскаться с начислением пеней. А также будут направляться материалы в суд для привлечения к административной ответственности, а также ограничения на выезд за территорию РК. Прокуроры Балхаша вышли на связь в мессенджеры WhatsApp. На номер надзорного органа в любое время суток можно написать сообщение о нарушениях и нарушителях. Номер вы сейчас видите на экране 8707-334-5301. Чтобы все время быть онлайн, правоохранителям приобрели специальный планшет. Дежурный прокурор будет принимать смс, давать консультации, а по необходимости приступать к законным разбирательствам. Для этого создали даже специальную рабочую группу. Она состоит из работников городской администрации, отделов ЖКХ, образования, ЧС и специалистов других сфер. Писать ложные сообщения вы не вправе. Это наказуемо законом. А по каким вопросам? То есть по любым вопросам нарушения общественного порядка. То есть какое-то нарушение тишины в ночное время после 11 или же вы заметили, что где-то нет колодца, не закрыт колодец, или же где-то ходят бродячие собаки, или же снег не убирают, или кто-то проехал на красный свет. Вы можете обо всех этих фактах сообщить. Скользкий отдых. Житель Балхаша организовал каток на озере. Идею поддержали горожане. И за выходные на льду появилось три участка, пригодных для катаний. Развлечение бесплатное, уход за скользкой поверхностью добровольный. Наши журналисты узнали, насколько безопасны самодельные катки и где еще по городу бесплатный досуг на коньках. Эту площадку в 150 метрах от берега жители Балхаша за выходные превратили в каток. Любители зимнего спорта объединил призы в соцсетях. Один из активистов предложил организовать свою ледовую арену. Выбранное место расчистили от снега, от него провели несколько ледовых дорожек. Импровизированный каток уже осмотрели спасатели и одобрили. Толщина льда на акватории озера Балхаш в бухте Биртес 45-46 см, что позволяет для одного человека 7 см толщина льда, для группы людей 15 см, для катания на коньках 25 см, толщина безопасная для нахождения и катания на коньках. Бесплатные катки есть у нескольких городских школ. К примеру, курт лицея номер 15 уже два месяца переоборудован в ледовую площадку. Охищают ее преподаватели физкультуры, а пользуются катком школьники и местные жители. Для занятий мы не используем каток. Это только для того, чтобы наши ученики катали в свободное время и другие люди пользовались. Особого труда не требует, зато всем на пользу. Для тех, у кого нет своих коньков, можно воспользоваться прокатом. Платный каток с арендой каждый день открыт на стадионе «Металлург». В выходные православные христиане отметили один из главных религиозных праздников – Рождество. По поверью, в ночь на 7 января больше двух тысяч лет назад в Вифлееме родился Иисус Христос. С тех пор и туда-то отмечают верующие всего мира. В Балхашском храме с раннего утра началась служба, которая закончилась народными гуляниями. На праздники побывала Виктория Буханцева. Мы видели пастухов, которые шли пополнить за Спасителю. И Путин указывала, вон та звезда. Ученик воскресной школы Михаил Макаров уже пять лет на церковной сцене. Юный актер всегда в главных ролях. Сегодня в рождественской постановке он играет больного пастуха Амаля. По преданию, в его дом зайдут волхвы по пути к новорожденному Иисусу. Бедная семья не откажет в приюте путникам и получит за это награду. Я хотела людям донести, что надо помогать людям, бедным, которым нет денег. Надо помогать людям. И эта сценка нам рассказала, что надо помочь людям. Мне очень интересно. Мне нравится дарить радость людям. Рождение Христа вспоминали не только в сценках и песнях, но и в молитвах. Праздничная литургия началась в 8 утра и длилась несколько часов. Желаю вам здравия, души спасения. Желаю вам радости. О Христе, родшемся Вифлееме. Желаю, чтобы у вас в семьях было благополучие, была любовь, мир. После службы от пожеланий главных патриархов страны и области перешли к поздравлениям городских властей. Мы живем в стране многонациональной. И основа основ проживания в нашей стране – это, конечно же, межнациональное и межконфессиональное согласие. Я в этот свет, великий, большой праздник хочу всем вам пожелать, конечно же, мира, добра, здоровья. Празднование продолжили на улице. Во дворе церкви накрыли столы с горячими самоварами и угощениями, которые после 40-дневного поста пришлись как нельзя кстати. Виктория Буханцева, Схатокбай, Оркин Медиа. На сегодня все. Следующий выпуск завтра в 20.15. Звоните и пишите нам в WhatsApp, если у вас есть интересная информация. Смотрите новости на Оркин Медиа, делайте новости вместе с нами. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова